Спасли от гибели. Жильцы дома на улице 26 бакинских комиссаров после пожара благодарят спасателей. Говорят, дышать было нечем, все было в дыму. Некоторые, чтобы спастись, думали даже прыгать из окон, но подоспели пожарные. Как сейчас выглядит комната, в которой и произошло возгорание, и за чей счет будут ремонтировать подъезды. Элисей Савлюк с места происшествия. Галина Голубева рассказывает, как сегодня ночью была на волоске от смерти. Проснулась женщина, когда все уже полыхало. Хотела выбежать на улицу, но начала задыхаться. Весь подъезд был в дыму, гарью пахло и в квартире. Чтобы не погибнуть, пенсионерка была готова на крайние меры. Там кричат, давайте прыгайте, там лучше, вы останетесь живы. Прыгать из окна женщину отговорил пожарный. Он поставил лестницу, но к тому моменту пенсионерка уже не могла стоять на ногах. Выводить слабеющую на глазах жительницу в кислородной маске пришлось спасателям. Ну я упала, видать, и он двери открыл, дай бог ему здоровья, конечно, и он меня вытащил с этой смерти. Дай бог, я его найду, я его отблагодарю, этого парня, потому что я до сих пор вообще в шоке. Он до первого этажа меня тащил. Понимаете, этот парень. Сейчас в комнате, где произошел пожар, нет окон, они заколочены досками. Мебели здесь внутри тоже практически не осталось. Комната выгорела полностью, а полы превратились в труху. Жильцы говорят, как раз из-за этого пола Гарри пошла в квартиры с соседем. Когда дерево обгорело, дымом заболокло подвал, а уже оттуда он ушел по комнатам. В аренду женщина какая-то снимает. Вот она вроде жива, пожарники сказали, а все сгорело. И тут все сгорело. Может, курила, может, полоповодка старая. Я лет 20 здесь живу, на моей памяти первый раз. Эвакуировать пришлось около 150 человек, 30 из них дети. Из-за шока малыши плакали, а взрослые чуть не лишились домашних животных. В панике они оставляли их дома. Но никто ни из домашних животных, ни из людей не погиб. Хотя кот пострадал. Он с поражением легких и слизистой носа лежит в ветеринарной клинике. Досталось и хозяйке сгоревшей квартиры. Она надышалась угарным газом, но от госпитализации отказалась. Сейчас все стены и потолки в подъезде в саже, а у жильцов нет света. Пожар был разбит на три боевых участка. Первый отвечал за спасение людей по лестничным маршам. Второй за спасение при помощи авторестниц и ручных лестниц. Огнеборцы на третьем участке тушили пожар в квартире. В половину пятого утра пожар был локализован на площади 18 квадратных метров. Через час уже ликвидирован. Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем. ЖСК рассказали, их специалисты уже осмотрели здание. Там обещают скоро отремонтировать подъезды и заменить окна. Правда, денег на счете дома нет. Поэтому взыскивать их собираются через суд у виновницы пожара.